и даже не спрашивайте и это далеко еще не все что вы пропустили сегодня мы будем снимать дорогие украшения и именно ты станешь лицом этого бренда в социальных сетях спасибо грация и осанка залог успеха девушки сегодня тебя ждут в балетном зале до скорых встреч я уже просто не выдержала собираешься ты там не делали предложение не собираешься что мы вообще дальше думаем я спокойно короче все понятно мои машины сексуальная моя машина здравствуйте о работа сама пришла к нам в руки давай лида залазь да в кроссовках и в джинсах я полезно на капот а что это за царапины вот это вот я буду подавать потому что мы слали мы эти машины грязь под ногтями эти черные ленты а вы только что привозили ну типа уходи хорошо хоть такси слава богу оказался сидит он забыл кошелек у нас и нам треба его отдать попроси скажите что у вас просто выпал пусть спустится на секунду сейчас ты парниша выйдешь сейчас я тебе устрою девочки а вот так ты не нормальная вообще ты мамин сынок чмо вонючая пусть скажет спасибо что ему на бошку то ведро грязное не одела значит сутками убираю хожу машины мне было все равно люди дети спят не спят пусть знают я специально его опозорила я забрал за аэропорту а вот таких юбка у кустах а как самолета выходит почему сама она не добралась я просто встретил вы нормальные девочки как мне сейчас на работу понял я бы прибила бы этим ведром хай вертается грязный вонючий до своей коллеги дальше ты правильно сделала у меня настолько упала самооценка у меня какую-то красивую бабу променяла чучела такую золотую мы забыли даже тут про ту машину про те гроши говорят зебра бела чорна полоса у нас одна чорна сплошна стартует и капец понимаешь она не заканчивается я конечно не ожидала что самир так поступит не чумать переживаем не такая переживали так что геннадьевичу не будем звонить меня есть идея получше по ходу едем геннадьевичу не звоним но едем гости нас не ждали мы припёрлись ребята сзади точку держим быстро можешь помахать немножко как крылышками боже хоть бы это все хорошо закончилось до молодец улыбка лицо да не испуганная такая да секси лицо да такая да будет немножко тигрицей достань ножку выставь одну позу сделала открой ручки закрой ручки давай крути мне нужен кадр пилюлей ты не хочешь получить кадр ему нужен а бабочки вторую руку добавляй ай мама родная хорошо думай ну слава богу давай бабки я сваливаю У меня один кадр был давайте добавим еще один сюжет ребята вы же можете выдувать огонь правильно можем я так понимаете в целом плюс Плюс-минус безопасно, правильно? Да, плюс-минус безопасно. У нас есть несколько огнетушителей, и все будет хорошо. Что безопасно? Куда, в рот огонь? Я же тебе дракон. Этот хороший фотограф выдумал, чтобы я со своего милого ротика выдумала бензин. Это ж лицо может погореть. Нет, я вам это делать не буду. Я вам что, циркач, я вам что, самоубийца, там, чикамикадзе какой-то, чтобы такое делать. Соберись, пожалуйста, нам сейчас нужно снять этот кадр. Человек с огнетушителем готов? Можем пробовать. Давай попробуем. Берешь маленький клоточек, маленький, малюсенький. О, Боже, мы сейчас описываемся. Все, давай, давай, все, много текста, мало дела, давай. Слов нет, потому что я не знаю, как это все получится. Сгорю, не сгорю. Подожди секунду. Фокус. Это не работа. Еще раз. Первый, блин, не то что комом, а вообще, в принципе, не брызнуло даже. На мальца, на полшишечки. Сейчас по команде. Раз, два, три. Да! Выжила все-таки, выдула этот огонь, и он верванул. Боже, я так испугалась, я же записала, наверное, мышка. Вот это уже было. Выжила? Когда получилось, я поняла, что я, в принципе, уже могу все. Но это очень тяжело. Я не знаю, надо оно мне, нет. И в пустыне стой, и в мороз, и в жару, и под дождь, и под снег, и в воду, и в яму, и куда только не пихают тех бедненьких моделей. Ты знаешь, сегодня с тобой мне было не совсем легко работать, но все-таки я считаю, что ты выполнил свою работу, справилась с задачей, и поэтому можешь получить свой гонорар. О! Несмотря на то, что они целый день на меня ворчали, делали нервы, наконец-то и фотограф, и Ольга меня похвалили. Сижу я на кухне с ноутбуками, играю, пью кофе, ну, в общем, просто расслабляюсь. Я вообще в шоке, ну, судя по всему, я лучше, чем ты. Дориана вернулась, наконец-то. Я тут одна, мне скучно. А я как рада, что я пришла, что сегодня со мной было? Ювелирку ж помнишь? Прихожу, они мне говорят, давай, воду сягай, землю грызи, а потом напялили на меня кисть в кокошник, а у меня голова загрелась. Судя по тому, что она была мокрая, грязная и измученная, я так понимаю, фотосессия у нее была далеко не из легких. А у тебя что, как день пришел? Что ты грустная такая? Крыть нечем, меня не поджигали точно. Ты знаешь, что такая уставшая? Вот тебе пацана надо. Я тебе серьезно говорю. Пацана ей надо, мужика, чтобы оттелепов так, чтобы она больше не грустила никогда в жизни. Знакомилась когда-то через интернет? Нет. Пиши тиндер. Я была скорее за, наверное, чем против. А чем себе еще занять? Между прочим, со своим мужем, Пашенька, познакомилась в интернете. Ну а что, а что, ботан не сможет, сможет. Что, нам надо фотку. Тут тебе надо трусики одеть, чулочки из фото тебе нормально для таких сайтов. Глянь, какие-то на фотографии. Фотографию выставила ботан, как надо. Но главное, что не с паспорта, слава богу. Секс и ботан пишем. Да не будет никаких секси, нет. Понимать, что где-то ты подписана как секси-чика, прости господи. Я не хочу. Что, давай фотки мужиков открывай. Глянь, какие. Открой, да. Смотри, водила. Смотри, на кого он покоит. Один пивень, другой гусь, третий какой-то прыщ, четвертый дрыщ, пятый вообще старик. Господи, думаю, что за люди там находятся. Открываю двери, слышу, на кухне сидят, там что-то гогочат. О, здорово. Привет. Что-то ты сильно любвеобильно вернулась. Посади ей на стульчик. А я сразу чуяла запах алкоголя, аж я кропотящий человек, не пьющий, понимаешь? Да это благородный перегар, я же не водку пила. Мне кто-то написал, по-моему. О, подожди. Все так неожиданно. Боже, это ж хватило ума, понимаешь? В сайт знакомств. Насколько я знаю, одни маньяки и извращенцы там находятся. Боже, это грул. Приветик, красная шапочка. Пиши, привет, моя волка, я загарила. Я несу свой пирожок не к бабушке, а к тебе. А я сижу такая, уже не красная шапочка, а красные щечки. Такая, а что ответить? Хочешь, волк тебя обнимет. Обнимет, обнимет крепко-крепко. Обнимы орфографические слова. Если бы я так выбирала, я бы, наверное, до 40 лет сам, может, не вышла бы. А вот эта красная шапочка, это было максимум, на что он спромокся. Потому что в итоге мужик мне даже не отвечал сообщения с третьим. А думал, господи, боже мой. На груди его могучие три волоса оказались скучные. А диван, диван, глянь. Зовите отца Владимира, по-моему, у нас снова зло в доме. Лысый, довольный, беззубый, голый выше пояса. И тут пупок тебе в душу прямо смотрит. Это такая мерзость. Это еще кто? Ты время видела? Это твоя гусь пришла. Сейчас весь шляпочник тебя натянет, чуешь? Здравствуйте, девочки. А что такое? Мы вас не ждали, а вы приправили. Приветики. Где вы? Привет. А что вы, ребята, девочки? Уходили с таким скандалом, с такими прокленами. Да мы к вам, да не ногой. Да вы к нам придете помощи просить. А тут они уже через пару дней приходят, милые, обнимаются, целуются с бутылочкой вина и, по-моему, с надеждой на прекрасный вечер. Примите нас, пожалуйста. Куда вас принять? А что это мы приняли? А что вас не боялись? Мы там давай с нами целеваться. Мы такие подружки. Я говорю, счастья, здоровья, чтоб ты выиграла, чтоб ты выиграла. Как ни в чем не бывало, морду кирпичом, завалились мамки. Девочки, простите, что мы так себя повели в первый день, выселили вас. Надо по-любому давить на жалость. Жалость в любом случае проконают. В любом. Нам не надо ночевать, пожалуйста, пустите нас. А в смысле нигде ночевать? Мы что, гостиница или что? Мы сами справимся. Так справляйтесь, в чем же дело? Что же произошло такое? Лидка выгнала, честно слово, из дома. У нас ни денег, ни еды. Это ж насколько надо быть козами, чтобы вас даже ваша подруга из дома выгнала. Ну, бутылку не поделили. Ну, какая может быть у них там причина? Мы спали на пенопласте. В ее квартире, которая она выиграла или как? Да. Мне вообще наплевать, что у вас там произошло. Почему мы должны? Я свое место уступать не собиралась. Мы думали, девочки нас там пожалеют как-то. А им вообще было по барабану. Вопрос в другом. Где вы будете спать? И сколько вы будете ночевать у нас в жизни? Оставьте нас, девочки, на ночь, на две, на неделю, на месяц. Может, вы здесь пропишетесь? Я бачила, что они реально ведутся, чтобы уже до того, что нас оставить. Я лично, я б сказала, дитянка отсюда. Я вам уступлю свою комнату. Переночуйте, сколько ночей? Одну. Одну? Сколько места на одну ночь? Как одну? Одну, одну. А что делать? Да, дай хоть два. Не, не, одну. Я уступила свою комнату, потому что я леди. Потому что даже покушают. Утром в авиатре идите. В смысле утро? Мы не в чем *** утром. Дайте нам хоть что-то поедать. Тише, жалко? Кухня вот, идите возьмите, я вам буду носить. Я вам же официант, тише. Давай, Юна, Даша, путешественница, иди, шукай. У нас все равно там ничего нормального в холодильнике не осталось. Ну, я так подумала, буду чувствовать себя как дома. Ну, знаешь, морду кирпичом, не замечаю ничего. Типа, это вы нам тут должны, а не мы вам тут должны. Сейчас надо и покажу, який у них тут хлеб засохший. Юля, тащи все. Открываю, а там сардели, помидоры, икра баклажана, икра заморская. Короче, я разгулялась по полной. Глянь, шпур, так что? Это что, еда? Хеба это ешь? Это такое, даже не закусь до вина. Моя еще бабушка сказала, даже врагу ты должна сначала накормить, а потом выгнать. А вы три рахитини зажалили той кусок хлеба, да? Они зазлобились, мне было стыдно таким стол накрывать просто. Куша, куша. Я в школе так и ела, что доброе. Мы с Галей как начали топать, ну вот такой маленький кусочек хлеба, икры налаживали, вот такую гору, именно по-багатому так. Набросились на ту хавку, на ту икру баклажанную. У этой Гали красная помада по всему лицу, такое ощущение, что у нее аллергия на что-то пошла. Не спеши, мы не отберем, мы еще тебе один бутерброд сделаем, и два. Да ты уже сделала, спасибо. Чайка надеялась, а что надо еще простому человеку? Поела? Поспать. Дайте мне, пожалуйста, колько мест, и все, и забыли, а завтра уже будем разговаривать на любые темы. Пошли, я тебя уложу. Да, тебе надо, погнали. Давай, спокойно. Давай, мой любимый. Я говорю, Янка, останься. Я вообще удивилась, когда мне Галя сказала, что остаться с ней поговорить. Ну, о чем? У нас с ней нет общих тем. А что ты делаешь вообще? Работаю в свадебном агентстве. Соединяюсь, сердца одинокие. Мы, значит, машины моем, а на агентстве работает. Ну, нормально так. А ну, что там, женихи какие? А тебе зачем? Я зачем. Женка самотняя, незамижняя. Я сначала думала, шутец. Я ж-то знаю, что у нее там есть женишок один. Розошлись мы. Да, разошлись. Что, она мопед забрав. Мопед забрав. Мне стало жалко. Я просто видела, как она к нему относится. Ну, там чувства такие прям. Трава мне какой-то богатый. У меня там есть один, рассказываю, богатый. Он приехал из другой страны. Красивый, да? Красивый. Я думаю, я вам одинока. Давай мне в реку с хлопцем. Гале нужен такой мужчина, чтоб вот как кремень, как скала, как дал бы ее так под затыльник, а чтоб сидела дома и никуда не выходила. Ты понимаешь, что у меня от гето стоит 300 долларов? А для своих? А для своих, чтоб меня уволили к чертям собачим? Да я тебя прошу, ну, боже, ну, выручи. Я не могу так жить. Я тебе все верну, чем раньше ты мне поможешь. Тем раньше я сюда свалю до своего жениха любимого. Я, пожалуйста, не помню, он не узнает. Все сделай, ну, тики-пики. Короче, жалилася на дитиною. Надо тебя причесать. Потому что я тебе говорю, вот, ну, так вот тебя не возьмут. Будет тебе жених, только говорю, Галя, не дай бог, меня уволят с работы, ты будешь мой пожизненный должник. Сейчас тебе платье принесу. Давай. Ой, ты моя шкиця. Так, только они... З мене магарич любима. Думаю, что, может, я клюна. А что, я плохая баба, не плохая. Еще я трошки подкрасила, все вообще бомба. Та, ты что? Коралл по-модному. Мать моя женщина, что с красивой не было? Ты понимаешь? Это красивое. Ты понимаешь, что все должно быть дорого-богато. Галиме, конечно, до ужаса, где она его взяла? Ну, короче, там вкуса вообще ноль. Ладно, уже садят, подмонтируем там это все. Ты мам, нероси! Ты голову не туда вдела, вот так. Боже, что происходит? Галя! Самый сложный клиент из всей моей практики. Еще и на халяву. Я еще за это ничего не получу. А если получу, то только трандюлей. Я тебя буду спрашивать, ты будешь говорить. Ага, казахи. Сейчас, все. Так, готова? Думаю, сейчас я на Мелю, на той визитке, что я вообще идеальная баба. Желина Жули отдыхает. Как тебя зовут? Галина Андреевна Полудневич. Сколько тебе лет? Мне 19. Одинокая, свободная женщина. А какие ваши увлечения? Я люблю петь, танцевать. На скрипке играю. На скрипке? В свободное время, конечно. А я брехала профессионально очень. И же, вопросы ей тупорили, непонятно. Сама их, наверное, писала, эти вопросы. Ну, неадекватные. А вы работаете? У меня два слона красоты своих. И одна кофейня. Да, да, да. Успеваю, все успеваю. Институты я заканчивала, хотя ПТУ за плечами. Ну, в общем, я по красоте начала рассказывать вообще. Какого вы мужчину себе ищете? Вырежешь. Это для меня было просто капец. Да переговори, да повтори, да не матюкайся, да не отрегивай. Вырежешь, говорит. Какого ты себе мужчину ищешь? Я, бабаш, делова, нифига себе. Альфонсо не надо. Надо, чтобы он был более состоятельный, чем я. А какая ты в сексе? Вот, мммм, ммм, ммм. Ты богиня? Богиня, тигрица в сексе. Тигрица. В лифте, на дереве, там, в парку. На дереве? Где хочешь. Да, я постеревала огонь. Угу, да. Я не пью вообще. А спортом занимаешься? Спортом занимаюсь каждый день. Семи утра до девяти вечера. Я так понимаю, знание английского тоже присутствует. English, I love you, I love you, I love you. Янка, глаза у тебя эти щуре. Видно, что завидует так, хорошо, что на мне брошка была. Завидовала мне так, что хана. Богатый мужчина, короче, клевый. На меня, чтоб я долго тут не сидела в твоем чате. Молодец. У меня попадается самец, прям, если я такая поналяпывала. Так что я была в себе уверена, я была довольна визиткой. Я из *** могу сделать конфету. Профессионал своего дела. Отправляем. Боже, хана. Что воно будет? Ну ты вообще мне помогла. Найдем тебе хахали, не переживай. Будем молиться всем богам, чтоб меня за это не получить. И чтоб не полетела я пинком под зад с этого агентства. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет. Ты что, не спала? Ничего себе, рання пташка. Что сидишь, идешь, травяйся на работу? Я проснулась, у меня желудок крутой, я хавать хочу. Впрочем, ничего нового. О, что с варгань, девчатка, с варгань-то гостью. Гостя, лань, разданай гостью на хлебник, он и гостью. А что у вас есть поесть? А ты принесла, чтоб что-то было? Короче, а жрать-то в натуре нечего? Вообще нечего. Надо покупать. Галя, что ты такая худенькая в три рта ешь? Это же надо было так понапиваться, что даже на полничном холодильнике ничего не мая, да, алкашихи? Ну, не мы, они три. Вот как раз и повод пойти в магазин. Вот как раз и повод Галку подключить к хозяйским делам. Надо идти, что-то думать, потому что Галка не хочет. Не, 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 идти, все не до меня. Мы вас на ночевку оставили, оставили. И что ты мне сделаешь? Я уже переночувала. У нас такой цирк не пройдет. Давай, бабки скидываем. Я тебе что-то сказала? Мы нам и в войне сидим. Я тебе, ну, серьезно, за деньги не до меня. У меня, по-любому, нет, даже если бы было, сказала, что нет. Можешь тащить пакеты. Да я вообще никогда не пойду. Я за то, чтобы на халяву пожрать и пожить, пакеты поносить, я бы поносила лично. Если малолетка мне будет рассказать, что мне делать, то ты вчера там была хозяйка бара, а сегодня я. Жрать хочешь, значит, пойдешь. Все, у меня есть бабки, погнали. Ну, ты там соточку хочешь? Сейчас еще выхватишь по дороге, пока будет лететь. Пошли, выхватишь, мать. Я тебе сказала. Да, да. Дарьяна говорила с наездом, но по факту. У Галки не осталось вообще никаких других вариантов, кроме как пойти с нами в магазин в качестве рабочих рук. Ели, они мне говорили, чтобы я пошла с ними, а не пакеты таскать. Я бы, по-моему, потаскала. Несмотря на все неприятности, я решила не отчаиваться. Мне надо пойти и заработать денег в центре Киева, там, где отдыхают много туристов. Я юный художник, которая закончила только школу искусства. Придумала я быть художником, а почему бы и нет? Я буду рисовать смешные портреты. Пришла без ничего, там стульчик одолжить на часик. Стул, можно, да, будто вас? Ой, боже, спасибо. Люди должны броситься на что? На картинку. А картинка – это стул. Они видят, что у меня есть стул, значит, я уже здесь долго сижу, как бы свое набитое место, правильно? Привет, вы украина или испания, итальяна? Я, 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 ю художник. Это два портрета. Один доллар. Окей? Что она говорит? Не понимать английский, потому что я украинский. Ты переводчик, да? Иди сюда, пожалуйста, иди сюда. Я тебе умоляю. Мне очень нужны деньги. И слава богу, что она появилась в моей жизни, что она хотя бы понимала. Слава богу, что она бы с меня с бабки не взяла за перевод. Иди сюда, садись, садись, садись. Боже, какой ты иностранец. У меня не было этой подставки деревянной для бумажки. Была одна тетрадка и две ручки. Ой, какой ты красивый. Я его рисовала, ну, минут 10. По клеточкам вырисовала, вырисовала. Окей. Окей? Не сенькио. Что значит сенькио? Скажи 100 гривен. 100 гривен. Ну, 100 гривен. Ну, это же вообще для тебя копейки, я так понимаю. А ты найди лучшего художника, который тебе нарисует такой же портрет. Я знаю, что у меня руки растут с плечей, а не с задницы. Вот так. Нет, это не, ну, 100 гривен. Не, ну, доставай мани. Скажи, что даже на туалет мне не хватит. Думаешь, что базарные люди не хотят в туалет или не хотят покушать? Давай еще 20-ку. Что вам сказать? Вы можете быть властником этого портрета. Да куда ты прячешь деньги? Нет. Давай деньги сюда. Я, значит, отпустилась. На, дарю. Спока. Я бы его не отпустила бы, если бы он мне не заплатил. Порвала бы его оборотку. И руки бы сломала. Спасибо вам большое за ваш стул. Пожалуйста. Ни черта не заработала. Что-то тут ваш базар вообще не прибыльный. Судожный у нас заработает. Вообще не прибыльный. Ну, художество, это, походу, не мое. Сейчас я найду себе работу постабильней. Так, на секундочку. Если не беру я художество, значит, возьму клоунство. На секундочку. Три года работала клоуном в руле. О, мармеланд. Я так и люблю. Нам туда. Туда. Бачим, тачка стоит. Ну, чтоб нам не повеселиться. Тадаряна запрыгнула. И это же вези меня как министра. 600 рублей на 300. Нет. Еще разъехал. Я ж корей не на кассу. Не пробивай. На тачке уа-ба-ба там давай. Ну, и тут охранник нас остановил. Типа, девочки, так нельзя. Подъем, девочки. О, в смысле подъем? Может, так и непонятно? Да ладно, вылази. Ну, шо ты спорит? Мне было немного неудобно за их поведение. Я думала, что, ну, хотя бы Даряна поведет себя более прилично. Ну, шо, Дарянчик. Оля, конфетки, бараночки. Все какие-то по гроши есть. Кудника, 182. Шо? Что у нас бюджет для начала? Вообще-то у меня шайтан, карман не работает. Сегодня все, что я могу, на вас, вас прожор. Тысячу гривен даю и все. Ну, и так богато. Хорошо. Если с умом скупляться, на косарь можно скупиться хорошо. Четыре-пять пака пива. Пельмени килограмма два и хватило вообще. Мей вины понабирать. Шо б осталось. Дякую, я сырка возьму. Да я сырка. Это чей не сырока, закуска. Галя просто идет молча и скидывает нам продукты, которые ей хочется. Куда рука дотягивается, то она и ложила. Я взяла помазку на хлеб. Это такая, это на бутерброды, это вот, это надо. Это утром, обед и вечером можно так наистися. Не, не, подожди, мы не берем. Вообще не смотришь, что берем. Не берем, стой. Берем. Обязательно. Не берем, я платить не буду. Естественно, Дарьяне не понравилась вот эта вот вся Галина самодеятельность. Она начала там пищать цыганским этим своим говором. Шо ты берешь, х**, оно тебе надо, калории? Да ты сырок, ты шо калории? Тут шо калории, три калория, пошли берем. Нет, Галя, х**, оно нам надо. Я худаю, поэтому мне это не нужно. Это во-первых. Во-вторых, это калорийная и вредная еда. Так, девки, короче, давайте разделимся, быстрее вклупимся. Ты дивись, там больше садков не покупаешься. Не, не, все, все, хорошо, хорошо. Ну, я, если честно, эту идею поддержала, потому что мне не очень было приятно с ней. Ходить по магазину, думаю, иди, давай покупай, а я потом разберусь, что тебе надо, а что тебе не надо. Сырка вона зажалила. Жадная какая, ага. Просыпаюсь, я чувствую, выспалась. Думаю, так, я ж знаю, где ванна, там же ж есть джакузи, почему бы нет. Хоть грязюка поотпадает, хоть не будет уже видно прошлогодние футболки, шо ж я уже хожу, неделю не мыта. Глянь, как у них все по-богатому. Пена для ванны, шампунька. Ничего себе, такие, ну, телки лакшери живут. Я не подписывала с ними договор какой-то, шо я не буду трогать их личные вещи и не буду принимать у них ванну, правильно? Прямо халат в таких лесу. Ой, гламур-кутюр, у меня ж тут пена, бомбочки, думаю, почему бы нет, буду мимимишной такой. Я считаю, что надо у гостях чувствовать себя так, как дома. Я должна принимать, как настоящая леди эту ванну. Я все еще руками помогала пузыри там делать. Хочу, чтобы вообще меня не было видно, знаешь, только одни бенни торчали. Вот так, гражданно, браться, остыть и пойду, ка я порелаксирую. Я думаю, сейчас пойду, знаешь, сяду, как были добрые времена, нога на ногу, и ж листаю. Давай две. Три. Нет, две хватит. Взяли там пару себе булочек, и тут звонок. А ну, подожди. Беру короче телефон, а там дядя Леша, я твою мышь, дядя Леша звонит. Ой, Алексей Геннадьевич. Привет, привет, девчата. Здравствуйте. Я все жива-здорова, дорогие. Ой, жива-здорова благодаря вашим молитвам. Ботан рядом со мной. Здравствуйте. Булочки покупаем, не пьем. Ой, Боже, я сейчас описываюсь от счастья. Думаю, мне, не кому-то еще, а именно мне звонит. А потом второй такой вопрос в голове. А зачем звонит? Наругать звонит. Мені телефонував мій добрий знайомий фотограф Вадим Ясун. Розповідь мені, що ти пройшла крізь воду. Да. Не знаю, все, що можливо. Да. Похвалил, все слышали, що все слышали. Весь мир должен услышать, що мене дядя Леша похвалил. Я хочу зробити такий найвеличкий футер-мульчик. Ой, Боже, Лизий Геннадьевич. Я запрошу в ТВС-пресстор. Спасибо вам большое. Вас люблю, целую, благословенечко вам. И вообще вы самый классный продюсер в мире. А я вже учусь, будь директором шоу-бизнеса. Спасибо. До зустрічі. Пока. Кто молодец? Я молодец. Ты слышала? Все, никаких булок с этого момента. Ми решили з Доріаной, що підемо к овощам. Надо готовити щось більш здорове. І тут я чуваю, що у мене вибрирує телефон. Открываю, а у мене там сигналить, живет в своїй житті. У мене, короче, совпадения якісь. Какі совпадения? О, помідори нормальні можна брати. Короче. Смотрю так. Один симпатичний, второй симпатичний. А третий симпатичний і написав. Вот этот вот, у мене тоже с ним совпадения. Он у мене, короче, просиваю сладкотки нормального качества. Я решила так, що быка треба брати за рога. І поки він на неї клюнув, треба быстро брати рибку на крючок. А вдруг це її судьба вообще? Ми не надо мані заработати гривень. Ви говорите какое-то слово, я вам сочиняю стих, а ви мене задаєте 10 гривень. Ви жена і муж. Ви созданы друг для друга. Приїхали ви в Київ сьогодні сюди. Тому гроші заработаю я. Ви все добре? Да, 10 гривень. Дякую, дякую. Дякую, дякую. Ви уже не могли никуда деться, потому что они понимали, что все-таки я стараюсь. И они давали мне эти деньги. И что вы будете делать с этими 10 гривенами? На благотворительность собакам и кошкам. Ой, дякую, дякую. 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 Ребята были восхищены моей импровизацией, потому что они еще такого никогда в жизни не видели, я так считаю. За двадцатку я вам еще один раз сочиню. Шевченко. Шевченко, Шевченко, зачем же ты умер? Шевченко, Шевченко, тебя мы помянем. Ой, отлично. И вам спасибо. Всего хорошего. Все, люблю вас, целую. И люди пошли в азар. Они мне слова. Кто про маму, кто про любовь, кто про свет, кто про картошку, кто про что. Ну, именно это было круто. Реверберация. Я тебе сейчас сделаю со своего телефона класть в фут. Прям в тоточке. А шо? А где наша не пропадала? Я думаю, в смысле сейчас? Я тут вообще занимаюсь выбором огурцов. Дарьяна говорит, одно другому не мешает. Мы с тобой сейчас разберемся. Так, волосы распускаем, делаем с тебя. Вот она помела Андерсен. Ну такой, дегрица прям. Кошечка? Да, кошечка. Дарьяна же уже имеет свой опыт в фотосессиях, поэтому я думаю, сейчас она тут все выставит. Ты, хозяйка этого огорода, ты должна, знаешь, вот так вот взять, выпить, можешь на носочки стать. Нужен профиль, нужна вот эта вот линия женская. Вот так, как будто нюхаешь фрукты свои. Ботан должна была показать, что у нее есть вот эта сексуальность, веселость. И все в одной фотографии. Смотришь на помидор с этой, с нежностью, говорит. Смотрю на него, на этот помидор. Представляю на Сталкера. У меня с ним всегда был контакт, один из моих любимых героев. Думаю, ну погнали, сейчас мы с тобой сыграем. Вот еще, еще, язычок должен быть. Фу, я его лызнула, фу, я заболела раком чумы только. Там что-то с помидором у нее не сильно вышло. Мы взялись за тяжелую артиллерию. Ботан-банан. Смотри, какой длинный взяла. Теперь нужно действительно серьезно. Мы его открываем, и ты его ешь, но только ешь с сексом. Ну это уже такой не косвенный намек, а прямой. Камыш очки приспустить. А, да, я кучилка. Будет сейчас банан. Бач, я учусь. И вот тут пошла жара. Послушай замужнюю женщину. Туда. Да, отлично. Мужики, которые мимо проходили, они попотели там, я вам говорю. Реквизит пошли. Говорю, ну давай там поиграйся с бананом. Она начала гожевать. Ну что ты не ешь, его это реквизит. Реквизит нельзя еть. Дундук. Она сожрала бы весь бюджет, наша семья ее не остановила. Ай, хорошо захочет. Я не могу меня на ржать тянет, а она же серьезным лицом сидит. Отлично, красиво. Все. Перфекто. Ну на самом деле она очень старалась. Я думаю, пацан, который будет это смотреть, точно повеселится. Не возьмет красотой. Харизма точно была в этих фотографиях. Дориан, так ты мне будешь фотки скинь, он там вот как бы все это время. Хорошо, давай сейчас. Все, давай, Хар передается, пошли Гальку найдет, мы сейчас сырок понабирает всего. Пошли искать Галю, потому что непонятно где она, сколько времени лазит. Мы тут уже полчаса фотографируемся, а ее на горизонте не видать. О, о, это оно, на вечер хай будет. Знаешь, это дело отметить, приезд, заезд. О, сухарики. Чипсы взяла дешевый очень, пиво взяла дешевый по акции тоже. Сосидские какие взяла самые дешевые из тех, что были. По-экономному брала, по-людски. Я думаю, может девки пришли, чешок. Ну прикинь, а тут в чем-то халате сижу, и у меня там полная пена, две бомбочки телепальца. Здравствуйте, вы знаете, что вы меня топите, Саня? Чего кричите? Борода-то, усатый, хрыч, рос там под потолок. И он был такой злой, такое ощущение, что он хотел меня стукнуть. Чего ты орешь? Где у вас ванна находится? Угомонитесь, вы не кричите, мужчина. Думаю, сейчас ты меня выкусишь, кто кого топит, и вообще, что за проблемка. Открываю я такая, ручку двери, и понимаю, что это просто... Вы что, с ума сошли? Вы воду хотя бы перекройте. Это Жек виноват. А оно уже в холл выливается. И воды по щиколотку. У меня уже сердце впят, и я уже думаю, все, сейчас в всем халате и похоронят. Давайте убирать воду, полотенца какие-то, халаты берите, вымакивайте. А у меня хрипли, мужчина. Вас топят, ваш потолок течет, не мой, у меня все в порядке. Вы меня выжимайте, а я буду вам наоборот. Выжимайте. Мы убирали воду в ванной, полотенцами девочкиными. И халат у меня был, потому что я на коленях ползала, я ей вытирала. Тот бедный, он уже кидал все тряпки, что были, и футболку скинул туда. Мы уже тут начинаем плыть. Вам смешно, а мне не смешно. Соседа затопили, значит, от Геннадьевича девка мб***. Совесть меня абсолютно не мучила. Я бы такая вообще, что там подпалила. Ой, спасибо, вы такой мужчина хорошенький, помогли мне, не бросили меня в беде. Я очень вам благодарна. Мужчина, с большой буквы, спасибо вам. В итоге выпроводила его. Спасибо хотя бы, чтобы помогли. Я думаю, что больше такого не повторится. Я очень на это надеюсь, очень. Простите, пожалуйста. Попутно от обе ветра, двери закрыла. Ничего страшного. Не моешь-то апартаменты на секундочку. Устала. Мокрая, как саранча. Почему я не заслужила на этот отдых? Я набрала снова ванну. Смотри, куча масок. Думаю, так все, бегом почитала, открыла. Давай туда пальцем, как мазюка. Вот так красиво, женка незамерно гляну. Наложила себе так, на такой слой. Я думала, прям вот эта глина сразу будет отпадать, еще не засохнет. Боже, девочки, спасибо, что пригласили. Мама, мне пьяный. Боже, гуляю так до последнего. Кнопка. Кнопка. Боже, какой-то кайф был. Я просто представляла себе, что я на Сейшелах. У меня нет никаких проблем. И я просто с утра до ночи постоянно принимаю ванну. Ну и хватало, конечно, шампе. Надо было винишко не выпивать. Кто там уже перезвонит? Я аж смотрю видеосвязь. Вапся. Реверберация. Реверберация, реверберация. Вот это вот наша аномация. А есть такое слово? Есть. Ну, тут я же это сыграла. Казалось, что сейчас очередь выстроится. Вся вот эта площадь вот будет вот так вот забита. Говори какое-то слово. Мама. Мама, твоя мама лучше всех. Твоя мама, твой успех. Давайте, 10, 9, 20 можешь без дачи. За обман. Спасибо большое. Все. Мама, ты самая лучшая. Будь самая счастливая, самая красивая. Ты самая лучшая. Я думала о том, что уже не должно выключать, что тебе стыдно. Я включила просто, что мне п***. Давайте поглядим с вами в игру. Вы мне слово, а я вам в стыжок. Матрешка. Я матрешка, я матрешка, потому что я у кошки. А теперь дайте 10 гривен для развития моего таланта. Спасибо вам большое. Все, всего вам хорошего. Я зарабатывала, как могла. Так, 200, 50, 60, 70. Еще надо 2 гривны, чтобы было 400 гривен. Мам, 2 гривны нам? Я не попрошайка, я не бомж какой-то. 2 гривны у вас лучше заработаю. А, ну давайте, давайте. Не хватает. Спасибо. Нет, давайте я вам стих расскажу. Говорите слово. Мама. Мама, мама, ты кохана, девчина моя. Будем разом мы с тобою, теки ты и я. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо, да. Каждый по десяточке, по десяточке, вот уже и колбаска, правильно? Я сегодня молодец. Это тебе не машины мыть. Кинули меня на бабки. О, все вам. И брать своим талантом, это мое. Мне очень понравилось, очень. А я думаю, а сейчас я, я же прежде чем видеосвязь включить, наболтала себе пены богато. Да. О, Боже, как я с тебя влюбилась. Что, я не очень тебя рада видеть, если что. И тут как раз такой подходящий момент, что я лежу в ванной в джакузи, куча пены. А откуда он знает, может я у какого-то мужчины в ванну принимаю. Я думаю, что нам очень важно встретиться. Так что давай, собирайся. Я думаю, что нам не стоит вообще встречаться. Пусть локти кусают, что так украли, бросили на произвол судьбы. Непонятно, где я и с кем. Может я где-то уже последний понедельник дожила и где-то черви меня загрызают. А оно там с бабусей свои батоны жует. Юль, пожалуйста, я тебя прошу, поверь мне, ты от этой встречи не разочернуешься. Заманчиво. Меня ломал, ломал. Юль, ну пожалуйста, пожалуйста, мне надо тебе много объяснить. Ну я психанула, говорю, ой, короче, ладно. Я говорю, давай, я приду, но не мешай мне принимать ванну. Хорошо, все, я согласна. До нашей встречи. Все, давай. Пока. Я уже начала накручивать себе, так хату подарить, майбах подарить. Там куча денег мне. Я уже прям брюлики пятикаратники себе насчитала, соболя там. Я уже себе, знаете, такой список написала. Думаю, гоп, будет просить прощения. А я сейчас заставлю, скажу, на колени дочь моя. И я бегом вылезла с ванны, знаешь что, чух, как ракета. Халат одела и подсокотела, подсокотела ножками. Мы с Дарьяной сразу, знаешь, на газ погнали, потому что зачем нам вот это вот все. И давай, я коршуни в ту мою корзину заглядываю, что-то перебираю. Я говорю, что ты делаешь, б***ь. Ну не пиво, чуешь, я как пиво. Я взяла на вечер, что ты начинаешь, на вечер посиди. Надо, чтобы всегда в холодильнику было пиво. Други гости прийдут, чем ты угощать будешь. Как договаривались, мы себе на завтрак пришли взять. Не надо нам пиво. Я набрала с пользой, для отдыха, для расслабления. Было неправильным с ее стороны вот так себя повести, потому что я выделила деньги на продукты, а не чтобы ты выпила пиво и закусила. Да что ты, что вы там перед мацкуете, на что вы понабирали? Помидоры, бананы. Зачем они тебе бананы? Это ты так скупилась? Можно было спуститься и купить у бабушки на стихийной торговле вот это все. На что ты понты лепила, что ты в магазин едешь прям. Ничего ты не будешь выставлять. Галя, ты у нас на правах гостя по-прежнему. Что за хамство? Мы тебя сюда позвали, между прочим, пакеты носить, а не то, чтобы ты нам рассказывала, что нам надо покупать, а что не надо. Мы же уже убрали пиво, значит закуска нам не нужна. Ну и все, это выклали и все. Сосиски жрать нельзя, надо жрать мясо. Какая-то малолетка еще мной не командовала. И вот это человек-компьютер тоже рядом, что-то там стояла, пищала, не понятно что. Вопросов нет. Это вредное, да? Это здоровое, да? И хватит того, что у тебя огурцы. Иди ты, ***. Иди ты сама. Я чувствовала на тот момент, что я сейчас могу повырубать что одну, что вторую, за таке. Я же не знаю, сколько нам нужно пожить в том доме, и того. Треба было задерживаться и не взорваться. То, что с их стороны, мне кажется, это было равносильно провокацией. Вот так. Церковь, это бумажка. Это твоя ковта. Все остальное мы оставляем. Шкури ци двоих выкидывали все из моей корзины, все, что надо. И поставляли свое, это непонятно что. И мы чуть ли не в шею погнали Галю к кассам. Я шла сзади, следила за руками, чтобы она ничего больше не ухватила. Здравствуйте. Мы заплатили за все съеденное и несъеденное, и пошли домой, а Галя потащила пакеты. Поработала, поработала. Думаю, времечко ей позвонить Масику моему. Мас, ты что-то могло? Давай бери уже быстрее. Не хочет или слышать, или морозится. Что вообще за приколы? Ну, что, блин, занят сильно или что? Вечно не дозвонишься. Не хочет, не надо. Баба с возом. Сядусь, я тихонько задремаю, и вот и рабочий день не пройдет. О! Алло! Привет, я здесь. Ты что, оглох? Я тебе звоню-звоню. Да не слышно, я вот такого-то видел. Там пропущенный. Что-то как дела? Женю людей, а сама, видишь, никак замуж не выйду. Начинаю опять ему топить мозг за это. Я тебе говорю, что я уже задолбалась ждать. Сколько можно? Скоро седые волосы уже появятся на всех местах, где волосы растут. А ты мне еще никак предложение не сделал. Еще и не женишься. Когда уже это случится? Свадьба, не похороны можно повторить. Почему бы и нет? Ты на мне женишься? Подожди немножко. Ну, это не телефонный разговор. Два встретимся, обговоримся. Сижу уже почти два года. Непонятно, что жду. Сколько мне еще? Пять лет ждать. Я не буду ждать. Женишься или нет? Ну, что-то я снова начинаю. Мы уже с тобой разговаривали на это дело. У нас же так все нормально. Чего ты снова говоришь? Пошел, ***. Вообще какой-то тупой. Фу, ***. Как будто я не заслуживаю на это. В общем, отпустила эту ситуацию. Полистала свои дела по работе. Галюсь, привет. Привет. Я анкету убрала твою с базы. Потому что, ну, потому что. Но успела найтись тебе пара. Для нефти, нефти, миллиардер, ну скажи. Подходит по всем твоим параметрам и качествам. На вечер готовься, чтобы было гарно. Давай, Галочка, а то у меня работы много. Еще созвонимся. Готовься. Давай, да. Да, давай. Я выдохнула, потому что Катя не заметила. Меня они за этого не уволили. Галя довольная женихом. Все перфекто. Я справилась с своей работой. Господи, вот такая. Везде пролезла. Ой, лежу, смотрю я новую жизнь. А чем еще заняться в квартире? Хотела вспомнить отношения наши с девочками. Как это все начиналось. Ну, просто обидно было. Ваня, пошла в туалет, в ванну. Как человек жила в пентхаусе. А сейчас живу себе. Пошли вы все в ***. Я настолько на них злая. Я не знаю, что они должны сделать, чтобы я их просила. О, господи. Кого? Какую чепуху принесло ко мне домой. Пошли вы в ***. Я вас домой не пускаю. Это ж походу пришли же спроситься, наверное. Вообще у меня была такая стратегия. Двери мне открывать. То есть у них ключа нет, они не могли бы зайти. Это рабочие. Можно к вам? Откройте, пожалуйста. Ну, мне говорит какой-то морской голос. Вы тоже не маньяк, нет? Нет, я не маньяк, я рабочий, я прораб. Просто сердце мое мне подсказало, что все-таки это действительно какой-то хороший человек. Добрый день. Здрасте. Я аж вас не вызывала. Такой мужчина. Просто, что я хочу от тебя сына и дочку, и двойняшек, короче, и тройняшек. Мы проверяем отопление. Да какого у меня отопления нет? У меня унитаза же не стоит. Мы дали воду в систему, мне надо проверить. Ага, заходите. Чтобы ничего не текло. Ой, класс. Это такой был мужчина. Бородатый, симпатичный. Я что-то не могу понять, что я тут уже живу неделю, а у меня немало, тепла немало. Холодно, я же вообще устала. Нету тепла еще не должно быть. Когда было тепло. Я же вообще баба любопытная. Понятно, мне было очень интересно узнать, ну, кто ушел он за человек и с чем его едят. Вы же не по-рабочему одетые. Я же начальник очень, поэтому я так одетый. Блин, я бы с вами сейчас бы метнула бы, но мне 20 рублей стало. Если он прораб, значит, он держит эту всю богательню, и у него везде есть связи. В прокуратуре, в горосполкоме, в ОСББ. Я вам хочу показать свой туалет. У меня унитаз, я не знаю, куда его прикрутить. Да ладно, проблема, что ли? Я вам покажу. А что бы с этим мужчиной просто так и на хвост ему не упасть и не поговорить с ним? Прибежали же домой, я сразу же гайнула наверх к себе собираться, одеваться. Коротка. Колхоз. Я не знала, что надеть. У меня такая паника была. Приветик. Привет. В нашем халате, глянь, одомашнилась. У меня тут к тебе такое дело. Какое дело? Дай мне что-то надеть, я иду на свиданку. Ты глянь, накорми, напои, на ночь оставь, еще и одень. Нет, не надо мне, такое не надо, не. Тю, дура. Желтое платье у сыней Василек. Моя бабка носила при царе Султане. Это что у тебя за платье? Как не розовое гламур-кутюр, так прозрач. Да нормальный кутюр, глянь, на, прикладывай, прикладывай. Ты что, куда этот? Савдеповский ударянный шифонер. Тут самой собираться надо, и она еще пришла, тут мне делает нервы. О, она завязывается, да? Видно все, знаешь, с намеком на. Да? О, давай, мне такое, да, глянь. Давай, а ну. А ну. Короче, выцеганила я это платье, и, короче, полетела я собираться. Я зашла в ванну, я обомлела просто. Окей, ну, Рэдди, угробы так хату взять. Везде вода, какие-то трапки валяются. Ты бы позаметала, чи что? Катя, ну что это у вас делается? Подвесла на полотенце, подвесла, что у вас... У нас тут чисто, Бог, до того момента, как вы пришли. Да, действительно. Чутка грязнота везде, свинота, необразована. Боже, что это за шайтаны тут были? Ты глянь, что это за х** пакетики вот тут лужей? Мне, конечно, неприятно, что в ванной вот такое вот творится, но мне некогда сейчас с этим разбираться. У меня было несколько совпадений, и один из них, некто Олег, назначил мне свидание. Девочки, дайте покупаться. Так голову мый, я буду кратиться. У меня свидание. Лично жизнь важнее от моей головы. Я такого не понимаю, если честно. Я минюся, что вы лазите, как муравьи, что с пицом, что? Янка, дай я тут накрашусь, ты туда, потому что тут свет. Господи, хорошо. Крася уже думает, ладно, у Батана там работы на три часа. А если б я ***, то я могу. О, еханый бабло. Захода чайка с этой. Один раз, другой на Кавказ. Что затвишь пазар? И никуда не встрянешь? Как в общежитии? А ты мне дашь что-то, что-нибудь? Все, бери, все, что надо, я тебе и тебе. Спасибо большое. Там ради дома. Оказывается, всем собраться надо, все смотри, какие на свидание. Яна Галли нашла какогось парня, но если Яна нашла, то значит хорошего. Юля со своим Самиром. Батан на свое свидание после моих помидоров пошла. Но я-то еду к Геннадичу, мне больше всех надо. У меня свиданка сегодня, Синдера, то я думаю, подвинься трошки. Вместо обычного человеческого спасибо, девочки, в ваш дом проходите к зеркалу. Нет, там трешак начался. Ты так красива, я очки вдену, с тебя не видно. У Батана такая харя, у Даряны вот такие окорока. Ни по каким параметрам, я не вписываюсь вообще в их не то что трио, двое. Батан, ты сильно большая, чуть ли не дай. Батана, ты еда на свою половинку. Батана, царица, что творится. Красьте сколько хочешь, я нормально сяду на крась, их задолбали уже. Мне важнее, мне вообще надо отношения выяснить с молодым человеком. Не, 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 дорогие мои, самое главное это Алексей Геннадьевич, все согласны. А почему тут Алексей Геннадьевич? Потому что я иду с ним навстречу. В смысле к Геннадьевичу? Я говорю, что ты чешешь? Они начали хвастаться, а я сразу на корню это струбила и сказала, что у меня Алексей Геннадьевич всем утерла нос за раз. Говорит, что ты умная умничка и что я приглашаю тебя в ресторан. А, умничка. Понятно, вот так вам все. Приди в себя, думаю, кому ты брешешь, это ты своим *** так я можешь рассказывать, нам не надо. Мне кажется, что ты брешешь. А мне кажется, что тебе просто завидно. Знаешь, ты меня была с Диананичем на святалисе. Ну и все, вот так хватит. Зависть она такая. Зе, зависть. Вот честно, я хотела в тот момент набить Даряне писок. Вот честное слово, просто подровнять ей глаз. Так, а ну поросходились, Даряна, за 2 до 3. Помила Галя голову. Начинается квест в ту. Нам уже Даряна мешает. Реально Даряна тут уже была лишняя. Тушенка ходячая, ей не вытолкаешь от того зеркала. Слава Богу, Бог наградил, есть чем выпихивать. Ёлочки! Так мы так не соберемся. Понимаешь, ну что все делается. Вот чистый гадюшник, понимаешь, собрались там. Капец там курятник какой-то. Слава Богу, пошла. Мне было интересно, куда же Янка собирается. Потому что, ну понятно, что прихорашиваться она на работу так сильно не собиралась. Оказывается, что у нее намечается дружеская встреча. Короче, надо идти развеяться. Это ты решила после того, как твой по телефону нагрузил всякой фигни? Угу. Когда она со своим почти мужем не поругалась, никаких у нее дружеских встреч не намечалось. А тут совпадение? Не думаю. Ты же там сиди, не разгоняйся. Понятно, нет, то посидеть, подширикать, понимаешь, хай мне кофе купе. Виходю, я бачу, Янка с ботанихой красится тут. Я говорю, девка, вы знаете, где ваша, говорю, ***, где? Дарьяна, ваша бабка базарная. Кто-то вина отвечает, да, что-то вас не приглашают. Я тоже, что-то, что-то нас не приглашают. Так получается, что ***, вы сами хорошо, да, какие голоса нет. А что-то ее хвалят, а вас нет. Давай накручивать, думаю, сейчас посмотрите, вау, да класс, задумаю. Ну типа, почему нас не хвалят? Я тоже, как бы, работаю, мне ***. Одну в салон, другая в фотосессии. Ну подожди, слушай. Дарьяна виходит, думаю, что она спорится. Мы с чайкой, вау, класс. По киечной косметикой нам гарафитились. Мы были очень красивые. Виходим, и эти штрихи кучкуются. У нас зеркало такое с чайкой, а у них вот такое, и они втроем. Думаю, о, защемили. Батан, ты хоть платье красивое в день, чтобы на рожу не дивились. С декольте глубоким. Вот это мой, этот унитаз. Ну, не золотой, но хотелось. Понятно. У меня просто вот такая в жизни ситуация сложилась. Я не хочу плакать. Я мать-одиночка, спятую ребенка, у меня нет денег. А мы потом с вами можем как-то потом договориться. Вот, ну, мне реально, может, как-то вы его поставите туда-сюда, и там что-то мне зашпаклюете. Для меня сантехники и прораб – это одно и то же самое. Он может и, считай, прораб, и поставить и трубы, и кирпич, и шпаклевку, короче, и все. То есть прораб должен иметь дело все. Ну, поставим унитаз, да, можно плюс-то поставить. Ух ты, ешкинг. О, боже, а что с светом, а? Тихо-тихо. Боже мой, почему я тут? Я просто постоянно боюсь. Все нормально, ну, я же рядышком. А я настолько очень сильно боюсь темноты, я же только сплю под фонарик. У меня помокрили руки, помокрили ноги. Язык прилип к небе, я даже перестала разговаривать. Понимаете, я когда просто, я очень сильно боюсь, я не могу спать без света, мне очень страшно, плохо. Ну, боже мой. А что там со светом, вы надолго? А, капец, ну и все. Сегодня уже что, уже больше ничего делать не можете? Как же ж ночевать дома со мной? Можешь кому-то звонить, можешь в скорую, можешь в полицию, чтобы кто-то со мной переночевал. Или там есть муж на ночь, есть же такая услуга, муж там, хозяин на ночь. А что нету света, и что? Надо было рыбануть. Что мы если рыбануть? И дело, значит, у нас есть свечи, сделаем свет, не бойся, не бойся страшно. И вы со мной побудете? Конечно, пусть я в нынешнюю дону не оставлюсь. Спасибо вам большое, спасибо, вы такой хороший мужчина. Тихонечко, тихонечко, да, осторожно. Я как схватила за этого мужчину, я думаю, все, сегодня ты будешь спать со мной, я тебя точно никуда не отпущу. Продолжение следует... Продолжение следует...